Самолеты могут составить серьезную конкуренцию автобусам дальнего следования. Об этом говорят многие эксперты. Поток пассажиров воздушного транспорта возрос благодаря программе внутренних авиаперевозок. В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чувашии подсчитали, что с начала этого года только рейсом Уфач и Баксары воспользовались более 200 человек. Как будет развиваться региональная авиация дальше, узнавали мои коллеги. Они встречали самолет, на котором из Башкирии прибыл глава республики Михаил Игнатьев. Вылетев из Башкирии, этот самолет зашел на посадку в Чебоксарский аэропорт уже спустя два часа. На автобусе из Уфы в столицу Чувашии пассажиры добрались бы только за 12 часов. Авиаперелеты ощутимо экономят время, отметил глава республики. Впечатления нормальные. Не региональные перевозки развиваются. Удобный транспорт, экономия по времени. Конечно, каждый желающий полететь, может полететь, прилететь. Допустим, мы с Уфы прилетели за два часа. Из Уфы, Самары в Чебоксары летают небольшие девятиместные самолеты марки «Цесна». Половина цены за одно место на эти рейсы оплачивается с федерального и регионального бюджетов. Причем сейчас в аэропорту действует и система электронного заказа билетов. Интернет-бронирование пассажирам обойдется дешевле. Хотя авиакомпании устанавливают и свои ценовые правила. Цены 1700-2000 рублей – это по нашим двум направлениям. Ну, соответственно, естественно, если купить за неделю такая цена, если накануне одно-два места досталось, соответственно, авиакомпания ведет свою ценовую политику. Ну, соответственно, есть и подороже, так скажем, до 2500-2700. В Чебоксарском аэропорту отмечают, что субсидированные рейсы пользуются популярностью. Последнее время в Башкирию и обратно вылетают переполненные самолеты. Программу региональных авиаперевозок продлили до 2016 года. Направления в Уфу и Самару в этом году пока останутся в расписании. Медрик Ковалев, Регина Кубайкина и Антон Вовк. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова